Конец болтовни это начало дела, тем более у бойцов, когда заканчивается трэш-ток на пресс-конференциях и начинается бой в клетке. Но для некоторых это начало троллинга, который подкрепляет трэш-ток. Привет мурашки в тени ромашки, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на бойцов, которые перед тем как нокаутировать бойца, сначала перед ним выпендривались и троллили. Кто-то скажет, что для этих выпендрежников не сработала карма, а кто-то восхитится их мастерством и уверенностью в своих силах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. Кто пьет, тот не знает о вреде вина, а кто не пьет, о его пользе. Так и у бойцов, кто выпендривается не подозревает про опасность, а кто не выпендривается о пользе этого дела. Израиль Адесанья действительно великий боец, со своей уникальной манерой боя, которую он заложил себе еще в кикбоксинге и очень успешно перенес в ММА. В этом бою просто насмехался над своим оппонентом, опуская руки и показывая, что он не хуже Терминатора, после чего отправив в нокаут. Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже. Именно так думают бойцы, выходя в клетку на смертный бой и улетая в нокаут. А в этом очень неоднозначном моменте, который с одной стороны показывает мастерство бойца, но с другой полное отсутствие бойцовской чести, пацан опустил руки, встряхнув их перед тем, как сделать молниеносное движение средним пальцем, ввергая оппонента в шок. И тут же всадил ему хайкик, который отправил соперника в нокаут. Кто родился под грохот пушек, не боится выстрелов ружья. Такие бойцы, побывавшие в боях на грани, не боятся никого. Рой Джонс и его невероятный нокаут после самого крутого троллинга в мире единоборств. Он был настолько уверен в себе, что в поединке с Глен Келли, а это между прочим был бой за титул WBC, а не просто тренировочный спарринг, забрал руки за спину, отработал в защите корпусом и отправил Глена в нокаут молниеносным боковым пронзающим сознанием, который вошел в мировую историю единоборств. Кончается дождь, забывается зонтик, но финты великих боксеров остаются в арсенале бойца на всю жизнь. В этом бою, который организовал с Будуна какой-то промоутер, ведь оба бойца в белых шортах и красных перчатках, японский боец оказался на голову мастеровики своего оппонента. Сначала он отлично защищался корпусом, а потом, почувствовав свое превосходство, применил фишку Роя Джонса, покрутив правой рукой, нанося удар левой, причем сделав это неоднократно. Человека хоть три года корми, а он за три дня голода все добро забудет. Так бывает и у бойцов перед зрителями. Ты можешь делать шоу, радуя их, но все ждут твоего нокаута. Майкл Венум Пейдж – один из самых гениальных бойцов с неповторимым стилем, у которого каждый бой – это издевательство над соперником в моральном и физическом плане, отчего многие ним восхищаются, но еще больше народу ждет, когда его поломают, так как воспринимают это за неуважение и чрезмерную самоуверенность. Но никто не спорит с тем, что он реально крутой боец, особенно после его нокаута ударом торнадо. Хижина, где смеются, гораздо лучше дворца, где плачут. Так и у бойцов. Старость с мастерством лучше молодости без защиты и умений. В этом боксерском поединке молодая кровь в черных шортах сошлась против опытов белых, а мужику, между прочим, 45 лет. В одном из моментов боец опустил руки, посмотрел в другую сторону и станцевал кадриль, чем просто очаровал соперника, который расслабился и засмотрелся, чем и воспользовался ветеран, в сандали в ему нокаутирующую двойку. Кто умеет плавать, тот может и утонуть. Это как у бойцов. Кто любит бравировать, может на этом и попасться. Один из самых выпендрежных бойцов в истории, принц Насим Хамед, большинству запомнил со своей зарубой с баррерой, в которой мексиканец все-таки наказал принца за королевскую гордость и неуважение. Но в большинстве своих боев Насим действительно был на голову выше своих оппонентов и показывал свое превосходство, стоя перед ними с опущенными руками и улыбаясь в лицо, после чего мог отправить в нокаут. Невозможно победить только сон, со всем остальным можно справиться. Ну, конечно, только если перед этим поиграть в Mortal Kombat, жуя вкуснющий беляш с пивом, прямо как этот боец. Мужик вышел в клетку и в одном из моментов затроллил сидящего противника, сделав жест руками, как будто он Субзиро, пускающий заморозку, после чего набросился на него с добивающей комбо, забрав остатки жизни с линии здоровья. Когда ты родился орлом, все считают тебя гордым и зазнавшимся, даже если ты просто летишь в поисках мыши. Так же происходит, когда дерется Василий Ломаченко. Многим кажется, что он постоянно троллит своих соперников, хотя это просто его манера боя, которая для соперников превращается в сплошной троллинг. Но Мариагу он действительно пару раз потроллил, перед тем, как отправить того в нокдаун. Дети у жабы всегда головастики, а когда бойца избивают в одну калитку, всегда нужно останавливать бой. Как в этом поединке, который, кстати, вызвал некоторые вопросы у болельщиков. Диего Деллахоя весь бой избивал Санта Мауру, но затем, посмотрев куда-то в угол и заулыбавшись, сразу выбросил жесткий апперкот и убежал, после чего рефери сразу остановил бой. Кто-то принял это за троллинг, а кто-то за сигнал для рефа и продажный бой. Пишите в комменты, какой самый крутой троллинг делали вы, перед тем, как отправить двушку пиваса в пропасть живота. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!